На Псалом 81. Кратко написание Псалма, потому что содержание его служит увещание, творить правду и творить порицание тем, кто ей не следует. Бог стал сонми богов, среди богов произнес суд. И то служит великим доказательством любви к нам Бога, что он творец, сообщил свое название творению, называемой сам Богом в исключительном смысле. Он по благодати позволил также называться и тем, кто из любви к Богу, владыки сего, хранит первоначальное достоинство. Потому и теперь пророк назвал богами начальников народа, о которых и Моисей говорил. Да не будет у тебя других богов, и начальство в народе твоем не злослов. Исход 22.28. Тех из них, которые говорят истину и избегают лжи, которые бледут достоинство пророка или священника или вождя, Богу доставят такой чести, что, как говорит Салмопевец, становится в их сонны. Те же, которые поступают недостойно полученной им чести, судят посреди. Т.е. пред лицом всей твари лишает их достоинства и чести и подвергает позору за то, что они, поставленные начальствовать, сами подчиняют себя нечестью. Таких начальников пророк далее с одной стороны порицает, с другой увещевает. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Хорошо пророк употребил в начале слова да коли, желая показать, что они упорно пребывают в неправде и не замещают долготерпение Божие и совершенно не обращают внимания, что время бежит и проходит, по истечении которого наступит казнь для неправедных. Потому они и судят неправедно и оказывают лицеприятие грешникам, тогда как повсюду следовало бы ставить лицо Бога, которое желает правды, и потому в каждом суде представляет свое лицо. Почему Моисей и говорил, не принимай лица в суде, ибо Господень суд. То есть не лицеприятствуй. Второзакон 1.17. Почему пророк говорит, лица грешников принимает? Потому что всякий, старающийся извратить правду и настроить суд против ближнего, на самом деле есть грешник, хотя бы и представлялся праведным. Псалмопевец вводит перемену тона, потому что переменяет порицание на увещание. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Не говорит судите праведнику или пророку или священнику, относительно которых Бог дает такое повеление, не прикасайте их с помазанным моим и пророком моим, не делайте зла. Асиру говорит и убогу, смиренному и нищему. Почему? Потому что они обычно терпят обиды, как и Павел говорит. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Между тем, для них крайне тяжело терпеть обиды вследствие слабости, происходящей от возраста и бедности. Поэтому и законодатель особенно заботится о них. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. О радующихся по поводу неправды и обиды говорится, как о диких зверях, почему в другом месте и сказано «Подстерегает в потаенном месте, как лев в лаговище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои». Псалом 9.30. «Поэтому тот, кто спасает бедного, получает честь и награду пастыря, разумеется, того пастыря, который предал себя за нас, избавил нас от мысленных зверей, а кто причиняет вред и обиды, ставится в ряд зверей. Желаю усилить в нас заботливость об обижаемых, пророк присовокупил, от руки грешника избавляйте, чтобы мы спешили на защиту, если увидим слабого, творящего неправду и не имеющего сострадания. Грешник слаб, потому что оскорбил Бога. Он лишен сострадания, потому что не щадит себя самого. Если бы он имел сострадание к себе, то и не грешил бы. А так как он лишен его, то тем более не щадит ближнего. Не знает, не разумеет, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Чего не познали? Скоротечности настоящей жизни, непостоянства человеческой жизни, не познали того, что присоединяя к полям поля и к домам домы, они часто собирают сокровища для врагов. А чего они уразумели? Того, что заботясь о благах ничтожных, они лишают себя благ великих. Потому они и ходят во тне нечестия, стыдясь прийти к свету, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, как говорит Писание. Может быть, пророк порицает их и за то, что они, ходя во тьме, не узнали и не уразумели последующего. Чего же именно? Слушай, все основания земли колеблются. Если же колеблются основания земли, то как может остаться то, что на ней? Для чего же пока последний остается, мы обижаем брата и поедаем бедного, если от этого нам нет пользы? Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человек, и падете, как всякий из князей. Когда сказал Бог, что все суть боги и сыны Всевышнего, ведь здесь говорится уже не об одних, только начальниках, а о всех людях, когда Бог, сотворив человека, дал такое определение его достоинства. Сотворим человека по образу нашему, по подобию, и добладает всеми рыбами, морскими птицами, небесными скотами, и всей землей, и всеми гадами. Если бы люди сохранили это достоинство и не исказили образа Божия прислушанием, то не были бы наказаны смертью. Не признание величия Божия есть гордость пред Богом и болезнь дьявола. «Умрете, как в человеке», — говорит пророк, показывая, что смерть и для людей есть страдания. Но человеку можно было не умирать, если бы он от начала сохранил закон Божий, так как природа наша имела способности к тому и к другому. «Как один, — говорит, — от князей, падете, указывая этим на дьявола, так как он имел власть и был князем срии ангелов. Почему?» — Павел, — и говорит, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Но, возгордившись и пожелав большего, пал точно так же и человек. Услышав слова змея, будете как боги, потому что знает Бог, в день, в который вкусите от дерева того, откроются очи ваши, и будете знать добро и зло. Он впал в непослушание, так что справедливо, по гордости и падению, сравнивается с дьяволом. «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Пророк указывает не на настоящее наследие, а на будущее. Поэтому он и молит Бога восстать и судить землю, то есть человека. Когда он воскреснет, то наследует все народы. Всем он даст соответствующий жребий, один смиренным, другой целомудренным, иной милостивым, иной блудником, иной высокомерным, иной корыстолюбцем. Языками в данном случае пророк назвал не различные роды языков, а разные роды жизни.